здравствуйте дорогие друзья ролик такой достаточно спонтанный и ребята что хочу сказать сразу в самом начале что это не реклама какого-то магазина там или реклама там каких-то карт или какие-то комплектующие где покупать и там не покупайте только здесь не об этом речь ребята просто как бы последнее время я мониторю цены на видеокарты каждый день практически скажу вам откровенно ребят достаточно улы унылое зрелище потому что цены там иногда чуть-чуть понижается иногда чуть-чуть повышается но от этого не перестают быть просто мега огромные и смотреть на это достаточно как бы неприятно и противно достаточно вот и все надежды наши на то что там с выходом карт от radeon rx 6800 6800 xt и 6900 что цены на карты nvidia rtx 3000 линейки упадут к сожалению разбились в пух и прах потому что а м дэшными картами еще хуже происходят дела чем с картами это видео потому что а м дэшные карты просто в дефиците а если появляются даже референсные карты а просто отвратительно дорогие а карты от производителей от вендоров стоит тоже также дорого какие какие референсные карты просто ужасная ситуация надеемся что к весне она изменится но надежда достаточно небольшая и так ребята я сейчас вкратце там сделаю обзор цен на видеокарты вы посмотрите вот и как бы плавно мы перейдем к тому что я обнаружил и о чем я хочу с вами поговорить ну что ребята вот предлагается сначала давайте посмотрим цены на карты 6800 6800 xt это украинский магазин розетка значит карта референсная 6800 предлагается нам продажи 1130 уе ну цена просто хочется все бросить бежать и покупать карта 6800 xt предлагается вам купить за 1270 уе ребят если думаете что это все это не все есть это цены как бы на референсные карты сейчас я покажу цены на карты от производителей и так ребятки карта 6800 вот asus rockstrix она стоит кто не знает я нахожусь в украине у нас доллар 28 гривен 35 центов кто хочет можете сами перемножить цена 35 тысяч 735 гривен цена на карту 6800 1260 долларов 1260 долларов офигеть просто как дорого это не все ребята карта 6900 xt они как принципе как в большом дефиците они нельзя есть ребята 6900 xt пожалуйста всего лишь 51 259 гривен или 1768 долларов 1768 долларов ребята если вы думаете что это дорого я хочу как бы затронуть цены плавно плавнёхонько на карты предыдущего поколения ребята карта 5500 5700 xt я когда-то к свою карту 5700 xt купил где-то за 430 долларов 435 была хорошая цена я как бы купил ее ребята сейчас карта стоит 677 долларов офигеть просто ну просто ну ну это что это куда это почему пацаны я понимаю еще новые карты дефиците да и купить их принципе сложно и как бы новинка всегда дорогая еще как бы можно это оправдывает как бы это не вменяемые цены я не оправдываю производителей я считаю что цены просто запредельно высокие но почему старые карты так поднялись они просто долларов на 300 поднялась сцена что это такое мало того ребята если думаете что это не все вот карта 2060 обыкновенная карта 2060 который раньше стоил этом под 400 350 350 до 400 долларов была цена ребятки она стоит сейчас 525 долларов 2060 карта офигеть просто и когда знаете вот мониторишь эти цены на карты становится немножко как бы грустно иди по себе и тут я случайно увидел магазине одном ребята не реклама магазине просто я меняя просто заинтересовала цена я случайно набрел магазине telemart на компьютер как бы готовы по цене 22000 гривен это 776 долларов меня просто знаете вот цены на видеокарты то есть компьютер вот этот вода за двадцать две тысячи гривен или 776 долларов получается примерно дороже где-то на 50 долларов чем карта 5700 xd мне просто деле заинтересовало что же внутри у компьютера и тут я прочитал что у него стоит процессор ryzen 5 2600 6 ядер нас потоков ребята хороший процессор материнская плата а срок b450 материнская плата значит неплохая видеокарта rx 580 ну такая себе карта уже как бы ну мягко говоря внутренний накопитель 250 гигабайт ssd оперативная память 16 гигабайт ddr4 я так понимаю две планки скорее всего по 8 гигов ну и по судя по фотографии если это как фотографии этого компьютера то вы тут две планочки блок питания 1000 ватт что здесь мне не понравилось в этой сборки как бы понравилось как бы цена ну как цена то понравилась цена понравилась 쁘 reinforce ценами на видеокарты то цена за готовый компьютер как бы вполне как бы кажется приемлемой вот мне не понравилось что видеокарта абсолютно всего лишь и не понравилась почему блок питания 1000 ватт Я не понял этого юмора, зачем в этот системный блок питания на 1000 ватт. Мне показалось, что это запредельно много. Я думаю, что и 600 ватт был с головой этому компьютеру. И SSD накопитель всего лишь на 250 гигабайт. Ну что это такое? Это поставить систему и поставить там 2-3 игрушки и все что ли? Я решил, как бы вообще плавно вот сейчас перехожу. Вообще можно ли в наше время примерно за цену там 750-800 долларов собрать компьютер какой-то вообще? Потому что с такими сценами вообще можно ли вообще что-то сделать? И ребята, вы знаете, в принципе оказалось, что это вполне доступно. Я сейчас покажу вам, как бы этот компьютер меня сподвиг на сборку виртуально другого компьютера. И что у меня получилось как бы судить вам? Идем, ребята, по порядку, как бы сверху вниз. Значит, у нас будет системный блок AeroCool Aero500. Ребята, очень хороший, функциональный, недорогой системный блок. Как бы недорогой. Ну что, я вам скажу честно, я не люблю вот эти вот системные блоки, где правая крышка стеклянная. Потому что как бы стекло, оно как бы залапывается, теряет какой-то свой презентабельный вид. И мне кажется, что как бы... И от того, что в принципе стекло как бы не продуваемое, там нет никакой перфорации, допустим, здесь вот видите, есть перфорация. То, в принципе, температура в таком системном блоке, как правило, немного выше, чем в обыкновенных. Там, где дверки железные. И там надо очень-очень хорошую продуваемость. Что здесь у этого системного блока? Значит, можно поставить башенный кулер до 155 миллиметров высотой. Значит, три USB входа у него есть. Два USB 2.0, два, один USB 3.0. Потом есть у него такое устройство типа ReoBass. Подключайте к нему корпусные вентиляторы. И можете регулировать частоту вращения от низкой до высокой. Очень удобная штука, ребята. Ну, естественно, выход на наушники и на микрофон. Ребята, очень хороший, функциональный, классный системный блок. Учитывая то, что эта морда отстегивается. Здесь находится фильтр. Можно всегда ее помыть и как бы сделать какое-то обслуживание. Ребята, очень хороший, наверху сетка. То есть, он продуваемый, не горячий. В общем, с хорошим-очень хорошим теплообменом. Ну, ребята, под наши все абсолютно гигабайт. Это Seagate Barracuda. В общем, ребята, хороший, очень хороший жесткий диск. О нем больше такого интересного сказать, что-то тяжело. Просто хороший вы, ребята, диск. Значит, ребята, блок питания 500 ватт. Это Cheftech Proton. Почему я часто вставляю именно эти блоки питания? Ребята, очень хорошая элементная база. Очень удачная конструкция сама по себе. Вот. Нормальный ценник на блок питания. Значит, тайваньская элементная база. Они очень такие надежные, долговечные и не горячие и тихие в работе. И это как бы для... И удобно, кстати, в монтаже. Потому что тут такие соединенные кабели в виде шлейфа. Очень удобно монтировать. Очень удобный кабель в менеджмент. Кому нужен такой недорогой блок питания, пожалуйста, посмотрите на него. Ребята, значит, под наш... Под нашу систему, да, и может быть под какую-то одну игрушку, я предлагаю использовать внутренний SSD-накопитель Apaster AS350. Значит, у него скорость чтения 550, скорость записи 540 мегабайт. Ребята, просто хороший, надежный, неплохой SSD-накопитель. То есть, если мы его себе поставим под систему, у нас будет очень быстро стартовать система, очень быстро выключаться, очень быстро будет работать браузер. И какая-то одна игрушка, допустим, там с открытым миром, можно спокойно поставить какую-то, но не сильно большую, на SSD-накопитель. Или она как бы будет быстро подгружаться нам в наши уровни. Значит, ребятки, мы берем с вами... У нас, поскольку в нашем системном блоке у нас всего лишь один вентилятор на задней стенке встроенный, я предлагаю еще докупить еще три вентилятора. Два вентилятора мы поставим на переднюю панель и один на верхнюю панель мы поставим на верхнюю крышечку, чтобы у нас была хорошая продуваемость. Три штучки докупаем. Очень недорогие. Ну, ребята, это AeroCool Force 12. Ну, обыкновенные, недорогие, нормальные вентиляторы. Больше ничего сказать не могу. Они недорогие и все. Для наших целей нам подходит. Ребята, значит, предлагаю взять вот процессор Ryzen 5, 16-го нуля, AF, но это практически по производительности. Это вровень идет с процессором 26-го нуля. Он отстает где-то процентов на 5, а 26-го нуля. Ребята, хороший. 6-ядер, 12-поточный процессор. По нормальному ценнику сегодня 129 долларов. Очень-очень хороший процик. Даже сегодня я предлагаю не сбрасывать его со счетов, потому что он не знает Ryzen 16-го нуля, где вот, видите, вот, где AF, этот процессор перевели с 12-нанометрового техпроцесса, вернее, с 14-нанометрового техпроцесса, на 12-нанометровый техпроцесс. Ребята, хороший процессор для компьютера такого средне-начального уровня, просто великолепный. Ребята, берем с вами оперативную память, две планки по 8 ГБ, частотой 3200 МГц. Patriot Viper Steel. Очень хорошая такая, ребята, красивая и с охладом нормальная, то есть на такие, получается, очень хороший охлад, термопрокладки, отличная, ребята, память, она не будет греться и будет, как бы, стабильно, хорошо работать. Ребята, видеокарту, это Radeon RX 5600 XT на 6 ГБ. Ребята, это карта, которая показывает правительность, схожую с картой 2060. Ну, 2060, если сейчас можно взять, там, за 525 долларов, да, то карту 5600 XT еще можно взять по цене, там, 394 доллара. Это тоже недешево, но у нас, как бы, сборка такая, хорошего, среднего уровня, я предлагаю взять вот эту карту, потому что я, как бы, изначально хотел карту 2060, но цены сейчас такие, что какого-то смысла брать такую карту, я просто не вижу, ребята. А 5600 XT еще, как бы, для Full HD, ребята, на высоких ультра настройках у нас будут игрушки просто летать с очень-очень приятным FPS. Ребятки, материнскую плату, я предлагаю взять, это такая мега классная материнская плата, с очень хорошим функционалом, это Gigabyte B450 MS2H, версия вторая. Ребята, ну, что сказать, в зоне VRM есть небольшой радиатор, вот, просто очень функциональный, очень хороший биос дружественный, надежный, хорошая функциональная материнская плата за цену, там, 69 долларов, просто мега класс. Предлагаю, кто хочет, вот, собрать с белой себе сборку, ребята, обратите внимание на вот эти вот материнки, очень хорошие, я считаю, что за этот ценник, это одна из лучших материнских плат на сегодняшний день. Наша сборка, во что она нам обошлась? Если я напомню, тот компьютер стоил 22 тысячи гривен, здесь я немножко вышел за бюджет, он нам обошелся в 23 тысячи 213 гривен. Что это получается в условных единицах? Ребята, ну, компьютер тот, который стоил 22 тысячи гривен, это, напоминаю, это 776 долларов, вот, как бы не такой функциональный, мы собрали за практически аналогичную стоимость, собрали компьютер такой более функциональный, я считаю, с более такой, ну, естественно, с более мощной видеокартой, с сбалансированным блоком питания, компьютер более-более функциональный, более такой универсальный, и как бы прослужит на дольшее время, потому что там как бы и SSD был такой слабенький, и как бы видеокарта такая, как бы уже, мягко говоря, такая устаревшая морально. Вот, у нас компьютер, наш компьютер обошелся на 820 долларов, примерно на 50 долларов мы превысили бюджет, но я считаю, что эта сборка получилась гораздо сбалансированной. В принципе, ребята, о чем вообще это видео, что я хочу подрезюмировать в конце? Ребята, в конце как бы простое резюме, я когда вижу там какие-то видео там кого-то, которые там пишут там 5 причин собирать компьютер, 5 причин не собирать компьютер, там блогеры, которые рекламируют какие-то дорогущие видеокарты, там 3080, или 6800 XT, забывая о том, сколько они стоят, потому что карта-то им досталась на шару, им дали или на шару для обзора, или просто прислали, заслали там производителей для просто простой тупой рекламы. Я предлагаю, ребята, вот тем, кто удручает, как бы видео для тех, кто удручает вообще цены на видеокарты и комплектующие, которые неуклонно растут вверх, я предлагаю не отчаиваться, и даже в такое время можно собрать какой-то компьютер, даже виртуально вот так вот, вы увидели, что можно собрать компьютер за какую-то вменяемую ценнику, и вот за нормальные деньги. Мы собрали с вами компьютер, очень такой прозрительный, универсальный, игровой, хороший компьютер. Я считаю, что он будет давать на Full HD, даже в 2K, будет давать очень-очень такой стабильно высокий FPS. Вот. Что хочу, ребята, еще сказать, такой небольшой анонс сделать. Я установил как бы свежие два патча игры Киберпанк, а это 1.05 вернее сначала, а потом 1.06. Я хочу сделать такое видео, рассмотреть, насколько изменился FPS, добавился ли FPS, потому что как бы вот писали, что игра забагованная. Я не могу сказать, что она забагована, я считаю, что как бы я читал, что CD Projekt, вот эти вот ребята, которые создали эту игрушку, они как бы не включили много поточность для процессоров AMD. Я посмотрю, насколько вот изменится производительность в этой игре, на высоких настройках. Вот. Вот, ребята, вот такое вот видео спонтанно. Я думаю, что как бы пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, дизлайки, это все помогает продвигаться видео. Ребята, гости, пожалуйста, подписывайся на канал. У нас всего будет еще много интересного. Ребята, скажу так, очень ждет, очень и очень любопытное видео. Скорее всего, наверное, завтра вечером, в воскресенье, я выложу. Смотрите, пожалуйста, внимательно, ребята. Очень будет любопытно. Как бы я не хочу озвучивать полностью, вот. Потому что, знаете, как только хочешь насмешить Бога, объяви ему о своих планах. Вот, как бы скажу так, что будет очень-очень любопытное видео, с очень интересной темой. Я думаю, многим она понравится, многие ее ждут. Пожалуйста, смотрите, я думаю, что воскресенье вечером, или может быть даже воскресенье утром, завтра я уже выложу этот ролик. Итак, ребята, спасибо вам за внимание. Бог с этими сборками, Бог с этими видеокартами. Дай Бог вам всем здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Ребята, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok